Теперь давайте посмотрим, как работает тримминг без владения мышки, то есть одними горячими клавишами. Смотрите, мы перенесли на таймлайн два клипа. Естественно, у них были подрезаны начало и конец. И чтобы, допустим, поменять в одну или другую сторону со смещением или без смещения клипа с помощью трима, мы, во-первых, playhead ставим на границу со стыковки наших клипов. Это можно сделать с помощью стрелочек на клавиатуре. Курсор клавиатуры, стрелочка вверх, либо стрелочка вниз. Вот таким вот образом перескакивает на стыке. И после этого, когда на стыке оказался наш playhead, мы нажимаем горячую клавишу T. Вот здесь мы видим в окне программ, что у нас два клипа встали в тримминг. Трим, другими словами. И они могут теперь перемещаться. Пока здесь нули, но здесь мы можем обратить внимание в плюс, либо в минус со своим перемещением. То есть, если мы в данный момент будем нажимать на клавишу, допустим, control и левый курсор, левая стрелочка, то мы увидим, сейчас я сделаю секвент с активным окном, то мы увидим, что, видите, значение поменялось клипов. То есть, мы растянули второй клип за счет первого, но последовательность у нас осталась та же самая. Если мы сделаем control, нажмем сочетание клавиш control с правой стрелочкой, то, соответственно, смещение пойдет вправо. Вот, далее. Есть такая команда клавиш, как shift-t. Она переключает у нас, в какую сторону будет смещаться. Вот, видите, что такая вот желтая скобочка появилась на конце первого клипа. Вот, и если мы сейчас нажмем сочетание уже известных нам клавиш control с левой стрелочкой, то у нас, видите, идет трим только левого клипа. То есть, подрезается концовка и смещается правый клип полностью так, как он есть. Если мы нажмем control правая стрелочка, то мы наоборот, как бы, правый клип у нас так же остается, но вытягивается левый клип. Далее, нажимаем еще раз shift-t и то же самое теперь будет относиться к началу правого клипа. И опять же, control с левой стрелочкой, мы увеличиваем данный клип, второй, да. Вот, либо control правая стрелочка, мы уменьшаем второй клип. Длина первого клипа остается без изменения. Далее, переключение клавиши shift-t, опять же, да, у нас те же самые скобочки появляются уже в таком, не в желтом, а в красном свете. И вот, если мы применим сочетание клавиш control левая стрелочка, то у нас подрезается левый клип, концовка левого клипа, но без смещения правого клипа. control правая стрелочка, мы все это выравниваем до начала правого клипа. И еще раз нажимаем control-t и у нас появляется точно такая же красная скобочка, но уже на начале правого клипа. С использованием горячих клавиш control левая стрелочка ничего у нас не меняется, потому что у нас начало в стыке с первым клипом. При использовании горячих клавиш control правая стрелочка у нас сдвигается, подрезается начало правого клипа, но без смещения левого клипа. Давайте еще раз control левую стрелочку нажмем. Все. И следующее нажатие shift-t у нас trim встает в такое вот первостепенное состояние, когда мы нажимали просто клавишу t. Далее, вот эти все инструменты, они аналогичны вот этим вот инструментам тоже, при вот таких вот мышке. То есть если мы нажмем горячую клавишу n, то мы можем с помощью мышки также перемещаться, делать trim. Вот еще есть горячая клавиша b, вот она у нас то же самое делает, в принципе. Вот когда мы переключаемся shift-t, то в принципе мы видим, что то же самое можно сделать и с помощью мышки без горячих клавиш. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...